Здравствуйте дорогие мои зрители! Меня зовут Оксана и я рада приветствовать вас! И мы как всегда начинаем начинать! И сегодня я сделаю обзор на новые видео Эдуарда Адамяна. И первое видео моего обзора Вечная эпопея Железноводск Кафе на колесах Про дом Нашли наличники В целом если я буду делать аналитику этих видео, то это я просто повторю мой предыдущий обзор Один в один Но все-таки я постараюсь выделить главные моменты Эдуард хочет связаться с риэлтором Пусть приезжает, фотографирует дом И Гуля ему вторит, что надо найти человека, пусть этим и занимается Но только одно вы забыли, что риэлтору надо будет заплатить проценты от продажи И дом ваш будет выставляться не за 5 и не за 4, а ровно настолько больше, насколько скажет риэлтор А вот кто купит этот дом за такую заоблачную цену, вот об этом и надо задуматься К тому же и мебель вся остается, только телевизор собираются обратно увезти в Билибей Но они нам отдельно снимут видео о продаже дома И про цену, и про все там скажут Может кто-нибудь из зрителей и захочет приехать посмотреть Ну возможно кто-нибудь из фанатов Эдуарда Дамяна и захочет купить их дом Не знаю, не знаю Приехали они в больницу и Эдуард заботливо приглашает свою жену Сходить с ним, подождать его в фойе больницы Там ведь теплее, но Гульнан захотела посидеть в машине с включенным мотором И что вы думаете, забыл Эдуард взять бахилы, вернулся Ёлки-палки, говорит, нет 5 рублей, чтобы купить бахилы и негде разменять Ну с горем пополам все-таки сходил в больницу, наконец-то Да, бывает же такое ходячее недоразумение Вернулся с больницы, говорит, давайте про болячки не будем У всех что-то болит, но ему кажется, что эта эпопея никогда не закончится Все эти поездки и все остальное со всеми вытекающими И в сотый раз он повторяет Вот самая главная причина переезда и всего остального И не надо, ребята, искать черную кошку в черной комнате Особенно, когда ее там совсем нет Поставьте себя на место Адамянов, это два больных человека И им приходится за каждой мелочью ездить в город И далее в следующем видео окончательная цена дома с учетом затрат Куда поедем и когда Отец надеется ремонт душевой Эдуард продолжает наводить порядки Расковырял панели в душевой Прикрутил наличники на дверь Гульнас, как всегда, прибирает во дворе Листья все собрала в пакеты А мы, ребята, этими листьями клубничку закрывали от морозов на зиму Ну и далее Эдуард Гульнас рассказывает, что собираются они связаться с риэлтором И посчитали, что цена за дом 5 миллионов рублей Потому что на ремонт у них ушло немало На одни шторы их ушло только 90 тысяч Можете ли вы себе такое представить? А сколько мебели остается? С риэлтором думают поговорить, что он скажет Но здесь Эдуард уточняет, что конкретно в Белебей они переезжать не хотят Хотят в город где-то поблизости Но если уже здесь не получится, то крайний вариант будет Белебей А что здесь остается? Конечно Эдуард даже говорит, что дом им нравится Ну конечно, надо же похвалить свои труды И в то же время Эдуард говорит, и прижились уже здесь Жалко переезжать Но был бы он в Висентуках или в Пятигорске А лучше в Белебее Но там цены как минимум в два раза больше Хотя Гульнас быстро поставила его на место Нет, в Пятигорске не хочу И они вспоминают, что было же такое время Когда приезжали к ним зрители И предлагали им 4 миллиона за дом Они тогда не хотели, не думали А теперь вот по-другому думают Все должно быть в шаговой доступности У них есть чем сравнить с Белебеем Дети школу закончат, закроем, говорят, дом на лопату И поедем Главное, ребята, когда они приехали в станицу Суворовскую То слишком часто они сравнивали здешний климат с Белебеем Белебеем и в подметке не годился По сравнению с Тавропольским краем Какой же он теплый, благодатный А как его мамка расхваливала Схваливала, сглазила И климат у них резко испортился И дел в доме и в саду Видимо-невидимо И видимо настолько его мамка сглазлива Что все нормализуется только тогда Когда они отсюда уедут А я, ребята, уверена, что как только Домяны переедут из Суворовской То автоматически в станице нормализуется и погода И будет у них Ташкент Тишь, гладь и Божья благодать По независимым ни от кого причинам А вы заметили, что с собакой-шариком у них даже не пахнет Куда же он делся? Ведь если они продадут дом То кур придется раздать Дома не сказали закроют на лопату А куда же девать собаку? Так вот она уже сама куда-то делась А куда она делась? Об этом история умалчивает Итак, едут Эдуард с Гульнас по темноте в магазин Хотят купить молоко Без молока Гульнас чай пить не может А без чая голова у нее болит И вот здесь мне надо посовещаться с моими зрителями Напишите, кто еще пьет чай с молоком Я обычно завариваю курильский чай с мятой С листьями смородины Ой, ну знаете, такой ароматненький получается Причем и мята, и смородина растут Прямо на подоконнике в моей квартире А какой чай предпочитаете вы? Напишите мне в комментариях Очень мне интересно это узнать Поделитесь своим опытом Вот от Гульнас я узнала что-то новенькое Она пьет чай всегда с молоком Ну прям как английская королева Далее они рассказывают, как они здесь прижились уже с соседями С соседями и с родней Таких соседей, как здесь, никогда не было и не будет Ну начали уже хвалить и расхваливать свой дом Ну и действительно, если подумать, такой дружный родник, как его армянские родственники Он действительно больше нигде не найдет Мамка с братом уже живут в отдельном государстве Путь к ним закрыт на веки вечные Ну остается только мамик и папик Ну это родители Гульнас, это святое Вот собственно говоря и все И вот тут по неволе задумаешься А куда бы им было лучше переехать? Ну возможно в Есентуки Тут климат мягче Иргустынники бы армянские всегда бы к ним приезжали И они бы могли к ним приехать Ну вот только опять-таки далеко от родителей Гульнас Хотя я вижу, что ее это совершенно не заботит Чем дальше от мамика, тем ей лучше Но возможно им было бы лучше переехать в Уфу Там и их брат Валера Все-таки он им родной Там и родный отец Эдуарда Да и мамик с папиком уже будет ближе Отец Гульнас увидел, что они продают дом И так обрадовался Рассказывает мамику Радость-то какая Возвращаются их дети, внуки Обратно в Белебей Получается, что с ними они тоже редко перезванивались Вот мне кажется, что Уфа Было бы самым лучшим вариантом Для переезда Адамянов А как думаете вы? Напишите мне в комментариях Я, ребята, слышала такое Что нельзя никому рассказывать О продаже дома, пока его не продашь Потому что люди боятся сглазить А в общем и целом Адамяны и сами не знают, куда им переехать Тут уже дело случая Как Всевышний распорядится Так оно и будет лучше для них И в третьем видео Дом чего только не делаем В этом месте еще не были Вы не представляете, что там учудил Эдуард Эдуард залез на чердак Да не просто залез, а начал там утеплять потолок Догадайтесь чем? Ну конечно же тем, что в магазине продавалось А продавалось там стекловата И вот ведь странный человек Эдуард Сам рассказывает, что трогать стекловату нельзя А тем более, что нужно закрывать и голову, и шею, и все тело И перчатки одевать Только чтобы стекловата не попала на кожу И что он делает в это время? Он щупает ее голыми руками И в ус не дует Вот скажите мне, сколько ума в этом человеке, чтобы такое вытворять? Купили эту стекловату, привезли домой Соорудил он, ребята, лестницу Без слез не взглянешь Из подручного материала Это где же это такое видано? Чтобы был свой дом, а не было лестницы длинной на чердак Ну что там эту лестницу делать-то? Две длинных палки, да поперечины к ним Большого ума совсем не надо, чтобы сколотить эту лестницу Но Эдуард же не ищет легких путей Он поставил на стол скамеечку На нее выдрузил стремяночку Залез на эту всю конструкцию Открывает чердак, говорит Здесь мы еще никогда не были Там, ребята, не просто мусорка А целая заброшенная голубятня Вот сколько я повидала чердаков в детстве А жила я раньше в селе Но такого бардака, ну ни у кого не видела Думаю, что зрители меня поддержат Что самое интересное детям в селе Это залезть в дом на чердак Если кто-нибудь вырос в селе, напишите Согласны вы со мной или нет? Так вот, на чердаке в доме у Адамяна Оказался просто какой-то мусор Разбитые камни, железяки Даже дохлый голубь валялся Фу, повыкидывал Эдуард весь хлам с чердака. Подняли на чердак весь купленный новый материал и начал растилать стекловату. И вся эта канитель для утепления маленького домика. Потолок-то цементный и от него идет холод, поэтому чердак им надо утеплить. Но щели на чердаке, ребята, конечно, капитальные. Сколько они не утепляли этот дом, все равно там холодно. В эти щели даже виноградная лоза пролезла, а еще на крышу заходит силовой электрический кабель. Но скручен он, тяп-ляп, и концы не заизолированы, поэтому пришлось Эдуарду всю скрутку переделывать. Расстелил, значит, Эдуард эту стекловату, стоят там вдвоем зволь нас. Даже от того, что не ползают сверху стекловаты, им уже становится тепло. Пыль от стекловаты поднялась в воздух, у них уже и в носу, и в горле першит, представляете, да? Сами себе устроили экзекуцию, но знает же он, как работать с стекловатой. Но неужели нельзя было повязать хотя бы какой-то платочек типа маски на лицо, если у него нет элементарного респиратора? Опять же, неужели так трудно одеть перчатки? Что вы, конечно же, голыми руками-то лучше стекловатку раскладывать, конечно. Кстати, в следующем видео ремонт утеплили потолок, что дальше? Оценки у дочек, плюсы печки, все убрали. Гуль нас учла свои предыдущие ошибки и все-таки надела себе на лицо маску, когда выгребала с чердака весь мусор. Достелили остатки стекловаты, половину крыши утеплили, не хватило 7 квадратных метров. Поехали покупать новый техно-николь. Еле как его запихнули в салон автомобиля. Испачкали весь салон. Ну все, дело окончено. Крыша маленького домика полностью утеплена. Ну все, побежали быстренько в душ смывать с себя все это стекло. И на этом видео окончено. И окончен мой обзор. Ребята и девчата, спасибо вам огромное за ваше внимание, лайки, комментарии. Я желаю вам удачного дня, прекрасного настроения и терпения. Берегите себя. А на этом я с вами не прощаюсь. До свидания и до новых встреч.